Всем привет, меня зовут Эдисон и мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Pixelmon. В прошлом эпизоде мы остановились вот там на нашем вейпоинте, вот там. И я как раз когда, как я говорил, шел домой, чтобы вылечить наших покемонов. И сейчас возвращался, вот нашел вот этот сундук. Один Firestone, ну нормально, можно какого-то покемона потом превратить. И я видел, видел, видел вот тут одного покемона-босса, да. Вот, кстати, он. Сразу, сразу, сразу нападаем на него. Да. Иви, давай, Иви. Да, да, че, че ты? Просто он убежал, как бы, от... Вообще на него так сложно попасть. Летает еще. Да, и че я говорил, в прошлом эпизоде мы уже словили себе Абру. И он еще валяется в компьютере. И да, я, как я говорил, я там поставил вейпоинт на том месте, где я нашел три камня молнии, чтобы может потом превратить Пикачу в Райчу. И, как я говорил, я вернусь домой, вылечу наших покемонов. И потом, когда буду возвращаться... Ну и потом вернусь к тому месту, где я поставил вейпоинт, чтобы продолжить, ну... С того места, да. И вот, 43 уровень, нормально, убили. С него там, да, надропалось всякой фигни. Ну, фигни не фигни, это все-таки босс. Из него более-менее всегда что-то нормальное падает. Ну, это такой слабенький босс был. Синенький. Choice Band. Это я не знаю, какие они характеристики дают. Но я знаю в том, что его... Их можно одевать на покемонов. Таймер Болл, Сафари Болл. И Файер Стоун я нашел в сундука. Да. И думаю, можно идти вот к тому месту, где я поставил вейпоинт. Я бы уже, как сказал, сразу пошел. Но я думаю, вы видели, что я нашел там один сундук и нашел одного покемона-босса. И думаю, что так лучше как бы и вышло, что я его убил, можно сказать, в вашем присутствии, когда я снимал. А не когда, например, я вот сейчас шел, убил бы его. И потом, ну, просто-напросто нормально добежал вот этой к точке. И сказал бы, что когда я шел сюда, я нашел там сундук. Я нашел там, ну, тот покебол. Я нашел покемона-босса. И убил его. И выбил вот эти фишки. И думаю, так более-менее лучше будет. И бежим. Бежим, 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 бежим. Думаю, я все-таки на этого парнишу нападу. И хотя бы, хотя бы, хотя бы пару... Ну, нифига себе он стукнул. И хотя бы еще пару уровней я все-таки прокачаю нашим покемоном, если вот этот Чукча не убьет первого. Первый наших всех покемонов. Ну, нашего Шаризарда он точно не убьет. Да. Так, что это за покемон? Сикинг или как? Он все... Он, думаю, достаточно-таки... Сильный. Стукнул неплохо. Да-да-да-да-да-да-да-да! Зачем я опять вызвал Иви? Хотя он что-то даже не... Ударил его. Я даже не знаю почему. Нам же лучше. Не убил нашего покемона. Это пока поменяет всех покемонов, чтобы они получили опыт. Это, наверное... Он уже убьет наших всех покемонов. Да вообще какой-то пипец, я по нему даже не попадаю Вот сейчас один раз попал Еще один раз попал И сейчас убьет наш ваша Резарда Не гони Нет, выиграли Фу, слава богу, что у него было только два покемона А то бывает так, что у тренеров есть и по 5, и по 6, и по 7, и по 8 покемонов Я не знаю, как, если максимум 6 Что-то было Вы слышали какая-то молния, еще что-то Не знаю Так, я даже уже не знаю, сколько есть у нас покемонов Ну вот тут 6 Пока буду бежать в вейпоинту, немножко поговорю Вот тут у нас есть 6 покемонов В компьютере еще вроде есть Slowpoke, седьмой Гвардос, восьмой Пикачу И еще один Иви Десятый Восьмой, девятый, да, десятый Еще один Иви И да, я словил Абру И это получается одиннадцатый То бишь у нас уже есть 11 покемонов Да, вот еще один сундук Я что-то его даже сразу как-то Не заметил Так Пауэрлендс Ну, еще одна Как бы Один браслетик для покемонов Вот, чтобы одеть Ну, пусть будет на Иви Так, этого гипно Оббежим У нас сейчас Или Или, да, лучше все-таки Оббежим стороной Так как у меня почти все покемоны Мертвые И я думаю Смысла нападать нету Так как он сейчас всех наших покемонов Перебьет И пока я добежу к этой точке Они все будут мертвы И Да, да Что ж ты будешь делать Что он Что он думает Я не знаю Эта коровка Была шестой уровень Зачем она нападала Я Ну, ну вообще Логики нету Короче Так, бежим А, я уже думал Там большая высота Вот, кстати Если я поймаю Вот этого пёсика Гравлит Я его смогу Эволюционировать С помощью вот этого Файрстона Ну, я Не знаю Буду я его ловить Или нет У нас уже есть Покемон огня Ну, кстати Вот у нас Как я говорил Есть Так, смотрим Нету и камня У нас уже 11 покемонов Если я не ошибаюсь И Какая у меня цель 30 покемонов Как минимум Я думаю Что я себе Ее немножко Усложню Чтобы Ну Ну да Как бы Так Так Тут Ничего нет В шахтах И Как бы Не просто 30 покемонов А как бы 30 покемонов Уже Как бы Опять Как бы Как бы Как бы 30 раз Уже сказал Наверное Ну 30 покемонов Прокаченных Хотя бы На одну Эволю Хотя бы На одну Свою Эволюцию Вперед Я думаю Вы поняли Что я Хочу сказать В смысле Не простой покемон Например Вот Сейчас Вот Вот этого покемона Пойду Словлю его И все Плюс один покемон Нет В смысле Если я его словлю, то я ему еще, вот еще один камень, то я ему как минимум должен прокачать одну эволюцию вперед, чтобы он был на своей следующей стадии. Это получается, что я не должен просто вот выйти в лес на каждого покемона, вот просто навестись, навестись, того словить, этого словить, этого словить, этого словить и того опять словить. И получится плюс 5 покемонов, нет. Вот словить, например, вот те 5-10 покемонов, еще их прокачать к следующей стадии. Да, пока я вот это рассказывал, я уже прибыл к месту назначения. И как вы заметили, я уже вам пару раз понатекал те места, где я видел вот эти камни. Я вроде уже где-то 8 штук. Так, чуть не умер. Я уже их где-то 8... Какие 8 штук? Я уже где-то их 3 штуки видел. Вот тут один был, вот тут второй был и где-то вот тут третий был. И мне что-то заклинило и привиделось. А, вот тут, да. Ну, сначала побегу туда. Опять темно. Это фигура. Их 4 камня у нас уже есть. Тут нету больше, нет. Нету? Нет, нет. И сколько у нас уже? 5 штук. Если прокачивать Пикачу, то нам еще нужно еще 4 штуки. Да. Это, кстати, уже вторая серия за сегодняшний день. Я, как закончил предыдущую серию, сразу начал снимать вот эту. И я не знаю, у меня, кстати, день рождения через 4 дня, 22 июля. Я думаю, что... Ну, просто так. На день рождения сделаю где-то 2-3... 4, не знаю, но где-то 3 серии... 2-3 серии, думаю, сделаю. Так, спускаемся. Главное не умереть. А топора у нас нету. Зашбись. Потихоньку спускаемся. И тут, думаю, уже можно падать. Покужаем. Кстати, много людей спрашивает... Ну, в смысле, ну... Так, что-то за покемон. Шарм... Так, залагало. Шармиллион, да. Ну, если кому-то нужен мой скайп, так как... Ну, в смысле, кто-то спрашивает, я отвечаю, потом... Да ты... Потом еще кто-то спрашивает. Я думаю, что... Ну, вот тут поставлю скайп, надпись. И кому нужно, тот добавит. Так как... Я не буду... Ну, в смысле, ну, не, не буду. Ну, чтобы... Да, чтобы не говорить каждому, кто будет... Кому это... Ну, в смысле... Да твою ж, я уже что-то сам запутался 30 раз. Короче... Чтобы не говорить каждому, кто будет спрашивать. Я вот там поставил скайп. И... И... И да, все, короче. Больше ничего не буду говорить. Это уже сам запутался. Уже какую-то... Да, хуй, не упал. Фигню нанес. Ну, короче, да. Думаю, вы меня поняли, что я хотел сказать. И сколько у нас уже? Шесть Тандерстона. Или как он? Да, шард называется. Ну, еще сейчас немножко поблудим по этим горам. Еще поищу... О, вот, как раз. Еще один камень вот тут. Больше нету. Сколько тут? Один. Ну, два камня в одной кучке вообще. Редко попадается. Я не знаю, попадался мне... Иногда три камня. Не знаю. Ну, два, да. Ну, даже в прошлой части сразу два попались. Кстати, кстати, кстати. Вот на таких больших горах можно найти одного из самого редкого покемона в этой игре. Если я не ошибаюсь, их четыре штуки в этой игре. Мью. Я думаю, вы знаете, что это за покемон. Самый легендарный покемон, который только существует. Его можно найти... Ну, я не знаю, где его можно найти. Его можно найти, например, и в обычном лесу. Ну, но факт в том, что он спавнится только в джунглях. Только-только-только. Ну, потом, например, может прогуляться и пойти там в обычный лес или еще когда-то. Ну, он только спавнится вот там. Еще есть один легендарный покемон Артикун из Запдос. Запдос вроде спавнится, я не знаю, вроде на снежных биомах. Или вроде вот на таких больших, как бы, горах. И Артикун тоже спавнится. Я, честно слово, я не знаю, какой из них где и как спавнится. Но факт в том, что один из них спавнится вот на больших горах. А один из них спавнится на больших горах, как бы, снежных. Еще один из покемон, я, если честно, забыл его имя. Как он вообще называется? Тоже легендарный, четвертый покемон. И он спавнится, как бы, в обычном лесу, да? Ну, как вы думаете, я думаю, вы поняли. Если этих легендарных покемонов есть только четыре. В смысле, не бывает, например, копий одного покемона легендарного. Можно найти вот где-то вот тут на... Типа, в этой части, как бы, частке мира. Словил покемона. И второй покемон еще раз заспавнился. Вот тот же самый легендарный. И появился где-то в конце карты, где-то на другой горе. Нет, нет, нет. Может быть, только один покемон. Если он заспавнился, легендарный. Он только один на целый свет, как бы, Майнкрафта. Ну, с этим модом. И ты его ловишь один раз, и все. И он у тебя есть, и больше он спавнится не будет. И четыре покемона есть. Легендарных больше не будет. Ну, если ты их поймал. Если не поймал, они где-то, может быть, вообще-вообще-вообще в любой точке мира. Или тут, или за, там, двадцать километров в ту сторону. Где-то вот там на горе. Вообще, я вообще не знаю, как это реально поймать. Так как, серьезно. Я думаю, вы знаете, как, как, каким размером владеет карта Майнкрафта. И чтобы найти одного покемончика в этой целой карте, это нужно, короче, не знаю, день и ночь искать. Так, я тут видел одного покемона, которого я просто так хотел словить. А он вроде умер вот от этого кролика. Ну, ничего страшного. Ну, король, ну... Король, да, все, забудем. Тут нету у нас камня электрического. Нет, нету. Да, вроде нету. Тут у нас ничего тоже нету, да. Да. Ну, бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Тут уже вроде конец этих биом. Не упаду, упаду, ну... Упаду только так. Так, думаю, я тут уже рискованно падать. Лучше мы спустимся. Вот так. Более-менее безопасно. Ха-ха, безопасно. Лучше бы вообще-то день был. Так как ночью и покемонов поменьше. И... Ни хрена не видно, что где... Обитает. Еще раз хочу спросить, как вам звук, так как я говорил, что я немножко там панахимичил с микрофоном. Я не знаю, как вам больше нравится. Или этот звук более-менее... Да-да... Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Я так умру, если я в воде буду. Да ты офигел, покемон. Я вообще-то плыл сюда, чтобы тебя словить. А он на меня напал. Я так пару раз уже умирал. Типа был в воде и кинул покемона на покемона сражаться. А пока они там сражались, я бульк-бульк-бульк-бульк-бульк-бульк и умер. Зашибись. Так, вот я словлю вот этого покемона просто-напросто, чтобы он... у нас был. Мочок. Вторая стадия. Мочок. Или как-то я... Или третья стадия. Короче, у него три эволюции. Это покемон как бы... файт. Бокс. Их вообще мало есть, вот таких покемонов. Типа в сфере как бы... драки. Это не физический покемон, например, как я хочу прокачать Иви. Да твою ж мать, я опять забыл его вызвать, чтобы он за мной бегал. Ну, короче, это не такие покемон, например, физический или психический. Кстати, я его словил, он телепортнулся в компьютер. Или еще какой-то там покемон. Нет, это как бы покемон, ну... драки, покемон там бокса, покемон карате, или еще. Ну, короче... Опять этот звук. Я не знаю, мне кто-то говорил, что... Может, вы не слышали, может, у вас плохо будет слышно, но я какой-то такой звук слышал, как бы вертолета, или еще какой-то грозы, или... мне вообще кто-то говорил, если такие звуки, то где-то рядом есть легендарный покемон. Ну, я на это могу пока что только надеяться. Или... Да, короче. Ну, и это такой покемон, их есть только четверо, вот этот мочок, или пятеро, типа, в сфере драки, да. Вот этот мочок, мочок, манки, который вы видели уже неоднократно, он всегда в лесу бегает. Шарм... Как он? Шармон Ли и шарма... и ш... Какой нафиг Шармон Ли? Я забыл, как он называется. Я думаю, вы поняли, о ком я имею в виду. А, вот, Хитмун Чан и Хитмун Ли. Эти еще два покемона, как бы, Хитмун Чан имеет даже вот такие, как покемон с боксерскими перчатками, а Хитмун Ли такой обычный покемон карате с длинными ногами и руками. И больше покемонов, как бы, боя я не вижу, не знаю. И вот, кстати, я вот нашел вот этого покемона, о котором я говорил. Хитмун Чан, вот у него боксерские перчатки, но тут как обычно они квадратные, так что и нельзя более-менее нормально понять, что они боксерские перчатки. я попытаюсь его словить. Ну, сколько раз я не пробовал его словить, всегда было неудачно. Я не знаю почему, но всегда так было. Я вообще, если честно, даже не знаю, зачем я его сейчас ловлю. Я вот, пусть будет, использую один покебол, так как он, я только что словил вот того покемона Матчопа. И это хорошо, что я ему еще могу прокачать две стадии, две эволюции. А вот этот покемон Хитмун, 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 Хитмун Чан, у него вообще эволюции нет. Вот, вот это первая эволюция и больше не будет. Вот еще один покебол. Использую, иди нафиг. Нет, так нет. Или да. Да, он был в гипнозе. Ну, пусть будет. Вот этот покемон, кстати, вот реально будет валяться в компьютере, так как его вообще прокачать нельзя, у него эволюции нету. Ну, я ему, может, еще там несколько уровней прокачаю. Вот, кстати, вторая стадия эволюции вот того Мочопа. Мочок. Я на него не буду нападать теперь, так как он меня уничтожит. Уничтожит. У меня покемоны почти что все мертвые. И, кстати, да, я говорил о качестве звука, что я там что-то нахимичил, так как качество звука типа было очень громкое, ну, тогда и ну, в смысле, было очень хорошо слышно, но зато голос был какой-то, ну, я думаю, вы понимаете, какой, ну, с такими немножко помехами, с какими-то, ну, я не знаю, как это описать, но думаю, вы поняли. А вот сейчас я так думаю, что он более-менее такой тихий стал, и это, ну, я не знаю, плохо и хорошо, то бишь, меня чуть-чуть хуже стало слышно, так как он немножко тише стал еще раз, но зато я думаю, что он намного, намного, намного качественнее стал. Нету вот таких, например, помех, как у меня иногда было, уж, например, я там говорю какое-то слово и вот так, как так говорит, ну, я не знаю. Ну, если вам так было лучше, просто напишите, я сразу же опять перенакручу все настройки микрофона и просто верну так, как было. Тут, наверное, у нас ничего нету, так как нам нужно еще два Тандерстона, в смысле камня электричества. Да и все. Я думаю, на этом можно уже заканчивать, так как уже можно, я думаю, в этой серии уже длится таки много. И я вот, 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 вот сделаю вот так же, как я делал в предыдущем эпизоде. Я вот тут поставлю себе вейпоинт. Вот, любое. И вот сбегаю домой, вылечу наших всех покемонов, и как в предыдущем эпизоде, я продолжу вот-вот-вот-вот-вот на этом месте. И опять будем куда-то блудить, куда-то на Шаризарде. Сейчас полетим в следующую сторону. И я думаю, что все-таки мне лучше будет найти вот еще один такой биом, как бы, гор, чтобы все-таки добыть еще, 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 еще два Тандерстона, чтобы может потом прокачать нашего Райчу, или еще кого-то там, в смысле электрического, тут нет о камне, нет. И думаю, да, я продолжу вот тут. И все, если вам понравилось, можете ставить пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал, всем спасибо за просмотр, с вами был Эдисон и Иви, уже почти немножко прокачанный, еще немножко ему не хватает, и да, всем спасибо, всем удачи, всем пока. Пока.